Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. Константин Чекушин у нас сегодня в студии, которого, я думаю, вы хорошо знаете, особенно в свете этих протестов, которые были против очередной школьной реформы господина Шуплинского. Все-таки у господина Шадурскиса такая оговорка по Фрейду, потому что нового министра господина Шуплинской сейчас коалиция поручила готовить очередную реформу школы нацменьшинства, об этом мы тоже поговорим с нашим гостем. Но есть такая позитивная новость, потому что Константину Чекушину все-таки удалось добиться, чтобы его включили в новый состав консультативного совета по делам нацменьшинств при Министерстве образования. Вчера как раз было первое заседание вот этого нового расширенного консультативного совета. Была встреча с министром. Константин, может быть, с этого и начнем. Вот расскажите несколько слов, как все происходило. Да, ну я немножко... Добрый день. Я вас немножко поправлю. Это мое второе было заседание. Меня включили как раз-таки на последнем заседании еще Шадурский. Да, при предыдущем министре. Как раз когда Лизу Кривцову исключили, меня добавили. Я-то уже надеялся, что хоть нас будет двое, там чувство локтя и тому подобное, но нет. И сейчас, когда Шаплинская заговорила о том, что она хочет реформировать совет, мы это услышали, родители это услышали, поступили заявки от ряда активистов, от родителей. И, к сожалению, эти все заявки были отклонены, на некоторые даже не пришло, я так понимаю, ответа. И поэтому перед заседанием родители, которые не получили даже доступа там просто посидеть и послушать со стороны, они заклеили себе рты и стали... То есть это было закрытое заседание в итоге, да? Да, да, да. Хотя никаких государственных секретов там, естественно, нет, все осталось. Да, для меня, конечно, это непонятно, зачем так делать. Потому что, ну, по сути дела, вступление было такое. Министр рассказала, как она видит работу этого совета. И когда она закончила свое слово, она спросила, есть ли у вас какие-то вопросы и предложения, я первым делом задал, что вот внизу целая группа родителей, которые хотели бы участвовать, которые готовы предложить свою энергию, ну, я считаю, что на благо общества. Все-таки, если в уставе с целью это создание диалога, то вполне логично приглашать тех, кто этот диалог желает вести. Тем не менее, было сказано, что представители от родителей уже есть, это я. И этого вполне достаточно, да? И этого вполне достаточно. Более того, есть еще представлено еврейское общество, представлено украинское общество, и там тоже вроде как есть родители. И, я так понимаю, директор литовской школы, да? Да, поэтому можно было, наверное, сказать, что многие директора тоже являются родителями, поэтому мы все тут родители, поэтому родителей даже перебор, да? Ну, в таком виде. На что я попытался пропонировать, что речь на самом деле идет о сигналах обществу, о том, что мы хотим эту нашу дискуссию как-то ограничивать, или наоборот пытаться ее как-то расширять. Ну, в итоге, мое мнение было в меньшинстве, мы поехали дальше по программе. В программе следующим пунктом было как раз-таки обсуждение мониторинга качества образования, которое Министерство образования разрабатывает, на отсутствие чего мы очень много жаловались, и эта же тема была поднята в Конституционном суде, что еще в 2004 году суд постановил, что реформа 60 на 40, она вводится, но очень необходим четкий механизм мониторинга, чтобы мы могли оценить воздействие этой реформы. Мониторинг этот создан не был, то есть решение Конституционного суда не было выполнено, и мы это отдельно отмечали, но как бы отмечать-то отмечали, но ВОЗ и ныне там. Я так понимаю, что министр на этой своей первой встрече с представителями нацменьшинств не пытался затрагивать такие болезненные, чувствительные вопросы, именно касающиеся самой этой билингвальной системы образования. Она вообще заикалась о решении или поручении коалиции подготовить очередные поправки в закон, которые бы касались школ нацменьшинств? Нет, все, что касается языковых вот этих вот вещей, они, такое ощущение, что они просто таким, стоит, я это всегда называю, что стоит слон в помещении, которого все почему-то боятся показать на него пальцем и сказать, ребята, мы тут обсуждаем какие-то вещи, когда у нас есть просто такая глобальная проблема, насчет которой проходят демонстрации, протесты, очень научное сообщество, учителя, педагоги, ну, учители-директора, все как бы жаловались на эту тему, потому что в суде, даже в том же конституционном суде, Рогалева выступала с очень такой речью профессиональной, как это негативно может отразиться. И мы это не обсуждаем, мы обсуждаем какие-то вещи, которые можно обсудить за кружечкой кофе в компании друзей, о том, пофилософствовать, о том, куда идет, куда движется образование в глобальном смысле, о том, что нужна какая-то дигитализация, о том, что нужно искать новые формы обучения, и это все очень важно, да, эту тему как бы можно обсуждать, и я понимаю, что это все важно, но у нас достаточно специфическая группа, она недаром называется группа, конституционный совет по вопросам нацменьшинств, мы должны концентрироваться на проблемах и вопросах, которые связаны именно с нашими школами, конечно же, нам тоже актуальны все большие проблемы, но вот конкретно здесь мы должны обсуждать вот эти вещи. Хорошо. Вообще, вот я понимаю, что это было практически, как вы сказали, в этом составе, наверное, второе заседание, да, вот еще первое было, где вы застали при господине Шадурске, сам сейчас при Шуплинском, но тем не менее, вот вы же общались с другими участниками вот этого совета консультативного, у вас там есть единомышленники, как вам кажется, я не имею в виду по вопросу о качестве образования или там мониторингу, а именно по поводу сохранения билингвальной системы образования, есть у вас там единомышленники? Единомышленники однозначно есть, но их мало, честно говоря, ну вот, без обидников для всех участников, кто там присутствовал, у нас там было, по-моему, больше 20 человек, 20, 22, я сейчас не помню точно, в принципе, в принципе, вопросы задавало человека, наверное, три, включая меня, ну, может, четыре каких-то комментариев таких и поднимало какие-то такие острые, скажем так, острые вопросы. Остальные просто сидели и слушали, да? Ну, многие слушали, для многих это было, я не знаю, как бы, зачем они туда пришли, или, может быть, это какой-то канал информации, потому что это тоже, в принципе, вещь нужная, знать, что происходит, чтобы дальше потом эту информацию распространять дальше. То есть у меня нет упрёка к тем, кто молчал в этом плане. Но всё же, как бы, хочется больше и больше их дискуссий, и о проблемах нужно говорить, и их не замалчивать. Соответственно, когда вот про ту же мониторинговую систему доклад прослушал я, у меня конкретно возник вопрос. У нас сейчас идёт две конкретные реформы. Реформа компетентная и языковая. Может ли этот мониторинг, который разрабатывает Министерство образования, дать мне, как родителю, чёткий ответ, как эта реформа повлияла в итоге на школу нацменьшинств? Образование в них стало лучше, осталось на том же уровне, или ухудшилось? Разработаны ли, взяты ли такие критерии, с помощью которых Министерство мне может дать такой ответ? Ответ был уклончивый, по большому счёту я понял, что нет. То есть мы такого ответа не получим в результате этого мониторинга. Почему? Я задал второй вопрос. Я спросил о том, что у вас в Министерстве были созданы рабочие группы, которые разрабатывали вот эти критерии мониторинга. Они на самом деле во всём мире могут быть очень разные. Разные вещи можно мониторить, и системы эти тоже разные. И Гунта Аре, она сама упоминала, что они спорили, что лучше... Это сотрудник Министерства? Это сотрудник Министерства, да. Заместитель, по-моему, госсекретаря. И я спросил, а хорошо, вы спорили, была ли возможность от общества участвовать в этом процессе общественным экспертам? Ну, в обществе есть независимые эксперты, которые не зависят от Министерства образования, но которым общество вполне возможно доверяет. Ответ был отрицательный. Она там не участвовала, они заказывали, они платили... А, они платили деньги определенным экспертам, которые разрабатывали для них, ну, в результате, видимо, каких-то закупок конкурсных. Б, она назвала какие-то мероприятия по обсуждению, но, сами понимаете, эти мероприятия, наверняка, про них никто не слышал, никто их не видел. То есть, если не хотеть, чтобы вы в этом участвовали, то, конечно же, никто о них не узнает. Когда хотят, чтобы про это знали, и когда приглашают действительно это, тогда люди все-таки приходят. Ну, вот это был второй такой вопрос, и, к сожалению, ответы не очень порадовали. Ну, видимо, через какое-то время, я так понимаю, раз в месяц будет заседание, да? Я так понимаю. Ну, по регламенту, по-моему, нужно четыре раза в год, да, но регламент там никто особо не соблюдает. А, то есть, в принципе, вполне возможно, что не раньше декабря, если вообще будет в этом году еще. Ну, мы обсуждали и договорились, что следующее собрание пройдет в конце ноября. А, ну, все-таки. Да, в конце ноября плюс. Я говорю, это позитивный момент нужно отметить. Не будем очень негативны, будем справедливы. Как раз-таки министр предложил повестку сформировать присутствующим. Соответственно, была высказана просьба, была жалоба о том, что билингвальные программы есть, а билингвальных учебников нету. Ну, там, не знаю, природоведение в четвертом классе. Учебники есть или только на латышском, или только на русском. Где, почему нет билингвальных учебников? Хотя все, закон есть о том, что, да, возможно, программа билингвальная, а учебников нету. Нет. Да, что делать? Ну, министр предложил тогда, раз такая проблема прозвучала, всем директорам присутствующим сделать домашнее задание, и на следующее заседание, ну, во-первых, заранее прислать информацию о том, каких учебников не хватает, они дальше будут обсуждать конкретный вопрос. Плюс она предложила эту повестку сформировать присутствующим людям. Соответственно, у нас есть возможность, какие-то вопросы. Я предлагаю себя в качестве, ну, я это писал и в Фейсбуке, в форуме родителям. Серьезно, можно использовать меня, вот, Константина. Если какие-то наболевшие вопросы... Вы будете не в смехе, он пускай присылает вам, да. Такие, присылайте мне. Вы это озвучите. Я, ну, я, естественно, какой-то фильтр, естественно, проведу, потому что некоторые, ну, мы понимаем, что некоторые вопросы могут не совсем быть в компетенции конкретно министра. Там может быть много, но вот все, что действительно актуально, я постараюсь действительно обобщить и... Довесить до сведений министерства. Да, потому что мне уже приходила информация о том, что, в принципе, очень страдает климат в школе из-за проверок учителей. Достаточно таких, ну, прессуют иногда учителей. Учителя очень переживают по поводу проверок знания латышского языка, что защиты у них такой, как было, получается, нету. Их просто... Кто-то пожаловался, проверка пришла, да. И учитель чувствует себя беззащитным перед этими жалобами. Это тоже не очень хорошо. Не очень хорошо. А вот если все-таки, ну, называть вещи своими именами, как вы сказали, сон стоял, но никто на него пальцем не показывал, ну, возможно, это вот первое заседание с госпожей Шуплинской, может быть, действительно, многие решили, пускай этот сон еще постоит до следующего заседания. Но если называть вещи своими именами, то, что мы читаем, эти публичные заявления, да, коалиция решила переводить все обучение на всех этапах, да, ну, вузы мы уже понимаем, с 10 по 12 класс 21 года это будет. Ну, то есть, фактически, дано задание перевести на латышский язык, начиная с детского сада и заканчивая по 9 класс включительно. То, что еще позволительно в разных пропорциях, не будем сейчас все повторять, в разных пропорциях билингвально. Значит ли это, как вам кажется, что фактически коалиция дала задание министерству подготовить законопроекты или поправки, которые бы ликвидировали вообще образование на языках нацменьшинства? Ну, какие-то факультативы, может быть, где-нибудь остались, не знаю, за деньги или за бесплатно, по родному языку, но, в принципе, речь идет о ликвидации нынешней, пускай со всеми янами, но, тем не менее, билингвальной модели. Ну, это, на самом деле, не секрет. Об этом начали говорить уже в 98-м, наверное, уже в середине 90-х годов, о том, что план именно такой. Конечный, да? Конечный план, идеальная школа, ну, условно, русская школа для министерства образования, для политиков, для части общества, назовем и так. Это такая русская школа, вот как сейчас у нас, я не знаю, там, литовская школа в Риге. Литовская школа в Риге – это что? Это уроки литовского языка и все остальное только на латышском. То есть, по сути дела, там могут учиться латыши, у которых есть какие-то корни литовские, они хотят сохранять язык, эту связь с Литвой, но, в принципе, это латышские школы. Это латышские школы, это как раньше у нас были английские школы, мы их называли, с углубленным изучением английского языка. Мы понимаем, что это не английские школы. Это означало какое-то углубленное изучение английского языка. Да, не два раза, а четыре, допустим. А тут даже не будет и углубленного, я подозреваю, изучение языка. Тут будет просто оставлено эти несколько часов. А будет ли оставлено? Я думаю, оставят эти два часа, потому что это уже, на самом деле, ничего не решает. Если обучение полностью ведется на латышском языке, то это уже совсем школы другой формации. Да, но вот тогда возникает такой вопрос даже у родителей. Родители решают. После этой очередной реформы, если она вступит в силу, значит, родители решают. Там, не знаю, две есть школы недалеко от дома. Одна, условно говоря, вот эта русская, которая станет латышской, и другая настоящая латышская школа, если так можно сказать. Мне кажется, что в этой ситуации, наверное, родитель решит отдать, я не беру за всех, говорит, отдать в латышскую школу, чтобы эту странную ситуацию избежать. Я что имею в виду странную, когда преподаватель Марья Ивановна, я надеюсь, никто на меня не обидится, на ломаном латышском, там, на бумажке что-то будет читать ребенку, да, так сказать, Петя, для которого родной язык русский, как и для нее, и он будет что-то ей отвечать. Это будет такая латышская школа, одна модель, и вторая модель, вот эта латышская школа, где все-таки носители языка будут этому Пете что-то говорить. Ну, из этих двух моделей, наверное, многие предпочтут выбрать эту модель латышской, латышской школы, если так можно сказать. Ну, не секрет, что на самом деле процент русских родителей вырос, который отдают уже в латышский детский сад сами детей, чтобы дети могли поступить в латышскую школу. Это их выбор осознанный, они считают, что они сохранят язык в семье. Возможно. Да, да, они считают, они отдают, они говорят, что мы язык сохраним в семье, но ребенок будет знать латышский как родной, и он будет конкурентоспособен в обществе. Ну, это, на ваш взгляд, шаг к ассимиляции или нет? Нет, это, безусловно, шаг к ассимиляции, но это, как бы, на самом деле, это выбор человека. Я всегда, на самом деле, я таких людей, скажем так, у меня нет осуждения, у меня нет осуждения к таким людям. Это их выбор, я рад за них, что они могут воспользоваться своим выбором. Я буду рад, было бы очень хорошо, чтобы эти люди точно так же были бы рады за меня, когда я выбираю все-таки другую модель без ассимиляции. Потому что русский язык в Латвии имеет корни, русский язык не чужой для этой страны язык. У нас есть вся инфраструктура для поддержания и развития языка. У нас проблема, вся вот эта проблема, она искусственна. То есть, почему вот это недовольство? Потому что это искусственно созданная проблема, она выпирает, и, соответственно, организм, как любой здоровый организм, он с болезнью борется. Мы точно так же пытаемся бороться с этой болезнью, вот этой, ну, по большому счёту, это такая русофобия, да, ну, будем называть вещи своими именами. То есть, именно эти прориктованы, да? Не заботы о детях? Конечно, вот что, о детях никто там, дети никого не интересуют. Там совершенно другие интересы. Дети, по большому счёту, заложники, назовём это так, заложники вот сложившейся политической обстановки, как в Латвии, так и, в общем-то, в мире. Да, мы же все помним, что обострение-то произошло в 2014 году, да, было принято решение уже так, давайте рубанём. И пора, пора уже точно искоренять вот эту пятую колонну, потому что, как бы, вот русские здесь всё-таки ещё воспринимаются как пятая колонна. Опять же, это результат недостатка диалога. Не замечается то, что, в общем, большое количество родителей и молодёжи, они уже давно лояльны стране, они уже давно, в общем-то, назовём, ну, не латвиянины, а латыши, да. Они действительно латыши, но не по национальности, а по государственной принадлежности. Латвийцы, да. Латвийцы. Да, ну вот интересно, что здесь нужно, наверное, отдать должное, так вот я говорю, может быть, как в кавычках, правящим, которым удалось убедить латышскую общественность в том, что вот эти вот протесты, да, вот против вот этих реформ, это вот потому что люди не хотят учить латышский язык. Никто не говорит о том, что для молодёжи вообще латышский язык давно уже не проблема, то есть нужно, правящие очень умело прозомбировали своего избирателя, которые действительно уверены, что вот они не хотят учить латышский язык. Да, 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 потому что, ещё раз, это проблема того, что наши общества, на самом деле, достаточно самодостаточны. Они достаточно самодостаточны, и каждый живёт свою жизнь. Мы всё-таки действительно живём в разных информационных пространствах. Нравится нам это или нет, но это объективно. Да, 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 и, соответственно, проникновение информации между нами, оно очень-очень-очень слабое, да, поэтому меня всегда удивлял, когда хотели там закрыть на латвийском телевидении русскоязычные каналы. Это один вот такой небольшой, хотя бы хоть какой-то перешейк такой по обмену информации. Такое ощущение, что сами говорят, слушайте, ну смотрите российское телевидение, зачем вы? То есть сами вытолкнули вначале в чужое информационное пространство, а потом начали говорить о том, что вот, смотрите, они в чужом информационном пространстве. Кстати, Чекушин у нас в студии, прервёмся ненадолго, несколько минут рекламы, и потом мы вернёмся. Микс Ньюс. Эти верёвки, на которые он будет повешен, приблизительно, так это выглядело. Ну, я хочу сказать, что вот вы говорите, Айвек, вы предположили, что родители из двух вариантов выберут отдать в латышскую школу вместо смешанной. Я вам так скажу, родители, правильные родители, у меня трое детей, трое ходят в образовательные учреждения, четверо вернее, один уже закончил. Я однозначно приму решение об удалённом образовании, как минимум. То есть я не отдам своих детей в латышскую школу ни при каких обстоятельствах. В худшем случае это будет переезд в Россию. Никаких других вариантов не рассматривается вообще. Спасибо большое, Константин. Я ведь говорил как одна из опций, что так родители могут поступить. Я отнюдь к этому не агитировал и отнюдь это не поддерживаю. Что касается дистанционного онлайн-обучения, наверное, это может быть тема отдельной передачи, но тем не менее. Ну, хорошо. Вот человек будет учиться, и ребёнок отдалённо. Но он же получит какой документ? И насколько он будет в Латвии признан? Он получит документ иностранного государства, и не самого, на самом деле, последнего государства. Нет, я не по это, да. То есть он получит российский. Ну, если он удалённо будет учиться в России, на самом деле, на самом деле, ведь Россия не единственный вариант. Есть европейские образовательные учреждения, и в Европе не везде русский язык запрещен. В Германии есть русские школы, на самом деле. И в целом ряда других стран. И даже в Эстонии есть школы, на которых можно вполне удалённо учиться, это Европейский Союз. Я даже не знаю, как министерство образования собирается с этим бороться, даже если захочет с этим бороться. На самом деле, вот сказали про, в крайнем случае, переедем в Россию. Я знаю конкретный пример, у меня есть знакомый, который рассматривает вариант переехать в англоязычную страну. Ну, он тоже работает, как и я, в IT-отрасли. В принципе, передвижение по Европе сейчас достаточно простое. Он говорит, что, ну, как бы, если всё равно учиться, если так кардинально учиться на неродном, пускай он знает в совершенстве английский. Даже вернувшись сюда, он сможет найти работу, если у него в совершенстве будет международная компания. И дверей, на самом деле, будет намного больше, чем если бы он так в совершенстве владел латышским. Всё-таки это не будет большинство. Ну, это не будет большинство, да, это не будет большинство. Вот что беспокоит, да. Вот эти все случаи и все вот эти дополнительные варианты, как избежать этого пресса, государственные машины, они, к сожалению, будут не массовыми. Мы понимаем, что, на самом деле, вот большая часть всё-таки населения, она достаточно пассивна. Она будет идти туда, как бы, ну, чтобы, она не будет просто ничего, куда вот вода течёт, а они так по течению туда же и приплывут. И это будет, скажем так, 80%, наверное, а то и больше, да, людей. Поэтому, в принципе, мы сейчас говорим не об индивидуальных способах ухода от вот этого… Об общей проблеме. Об общей проблеме, которая всё равно останется. Да, мой прогноз, что, на самом деле, может быть, я расширю, вот русское образование у нас станет несколько элитарным, потому что родители, которые вот понимают в образовании, они понимают, что, на самом деле, не язык ваш, самое главное, а вообще, в принципе, качество образования. Потому что, если бы на латышском языке было великолепное качество образования, и они бы видели, что дети не страдают, дети получают вот то, что им надо, никаких бы претензий не было. Даже если бы это было на китайском. А вот это именно ключевое качество образования. Ещё один, может быть, такой вот стереотип, о котором мы говорили в первой части, что внушили избирателям латышским, что не хотят русские учить латышский язык. Второй стереотип, который им внушили, видимо, легко, поскольку сами до конца не владеют информацией, что, вы знаете, ну, нигде в мире нет школ нацменьшинств. Вот такую ерунду, я извиняюсь, мы слышим из месяца, из дня в день. Как раз я хотел, я хотел дополнить, помимо того мифа, существует ещё один миф о том, что, ну, если же вы там переехали в другую страну, вы, конечно же, будете учиться. Нигде такого нету. Всё это, конечно же, есть страны, в которых это, в принципе, можно считать верным, но это, скорее, исключение. Я был в той же Германии, в Шлезвиг-Гольштейне, в котором на датской стороне немецкие школы, на немецкой стороне датские школы. Финансируются муниципалитетами, да? Южный Тироль, по-моему. Да, Южный Тироль. Опять же. Немцы. Немцы. Таких стран, ну, уж классический пример Финляндии, да, в котором даже, в общем-то, можно проводить и исторические параллели, да, когда мы говорим о нашей какой-то такой мегауникальной ситуации, что для нас все правила не писаны. Самый лучший пример – это Финляндия, которая, в принципе, была тоже под пятой Швеции, да, находилась в зависимом таком положении, в империи, отделилась там, в общем-то, недолюбливают друг друга, да, и тем не менее, Аланские острова всем известны, там шведский язык. И плюс он второй государственный даже, не просто как язык, которым разрешают учиться. Да, но здесь… В Европе много, почему считают, что этого нигде нету, я не знаю, видимо, действительно, это тоже какой-то миф, плюс, вот я еще хочу сказать, что меня что-то очень задевает, это говорят, ну, если же вы куда-то уедете, вы же не будете там просить русский язык, вот это такой можно, третий под миф. Почему все говорят, что если же вы уедете, мы что-то сюда… Мы приехали, откуда свалились с неба, у многих людей тут потомки, они потомки, тут корни уходят на века, да, когда… Не все прибыли после 45-го года. Не все далеко прибыли после 45-го, да, но тем не менее, у молодежи, вот у молодежи, да, они уже растут, воспитываемые в новом информационном пространстве, по новым образовательным программам, у них, сколько я вот разговаривал, встречал, у них четкое ощущение, что все русские просто приехали, действительно, они все приехали, ну, оккупанты и их потомки, и какое они вообще имеют право тут что-то просить и требовать, когда должны молчать и радоваться, что им вообще позволили тут жить, да, ну, вот такой стереотип, он страшный, на самом деле, это очень страшно, что в нашем обществе вместо того, чтобы были вот действительно интеграционные какие-то процессы работающие, да, вместо этого происходит вот такое разделение. Ну, это и неудивительно, поскольку в Министерстве культуры за вопросы интеграции отвечает национальное объединение. Да, ну, вот мы знаем, что во многих странах, в том числе в Германии, есть частные школы, да, ну, в том числе, кстати, и на русском языке. Вот интересно, там тоже государство вмешивается в частное образование и указывает языковые пропорции. Ну, то, что частный сектор запретили, это как бы вообще уже выходит за все рамки, да, мне вот сейчас будет, опять же, Конституционный суд на эту тему, да, и, конечно же, я, ну, очень уверен, если даже Конституционный суд примет решение, что… Это все правильно, на европейском уровне мы выиграем это просто в одни ворота. Другой вопрос, я как бы, когда еще проходили, когда еще были, ну, дискуссии в Министерстве образования, у Министерства образования есть свой юридический отдел, который оценку проводит. И когда у нас было одно из совещаний, я сказал, смотрите, вы говорите, что все по законам. Вот вы конкретно, я вот не помню фамилию, к сожалению. Ну, это не столь много. Не будем по персоналиям, хорошо. Я говорю, вы говорите сейчас, ваша экспертная оценка, что это все правильно, и мы будем судиться. Это понятно сейчас, и мы выиграем в европейском суде. Вы готовы будете уйти с работы, признав, что вы сделали халтуру? И ответ я такой, ну, что вы тут начинаете, как бы, из серии, и зачем, и зачем. Хотя, вот, хороший пример, должны быть ответственны все-таки за вот эти решения. Сейчас у них такая тактика, а нам все равно ничего не будет, а они там будут пять лет бегать по этим судам. Выиграют, не выиграют, мы еще не знаем. Да, выиграют, не выиграют, вы побегаете пять лет, а через пять лет мы посмотрим. Ну, выиграете, ну, хорошо, мы вернем. А то, что пять лет – это удар по школам, это удар по бизнесу. Ведь мы же понимаем, что, допустим, вот уже с этого года, с первого сентября частные вузы не могут принимать студентов на первый курс на русский поток. То есть, за свои деньги иностранцы, я даже не говорю про жителей Латвии, не могут на русском языке послушать лекции, хотя здесь есть и преподаватели соответствующие, и база, и традиции. Это что-то вообще невероятное. На самом деле, еще и удар по экономике. Эстония, я думаю, аплодирует, потому что они уже сказали молодцы. У нас прибавка, у нас оборот увеличивается, у нас… Вы продолжаете в том же духе. А ведь, на самом деле, это еще что тянет? Очень много сейчас международных компаний, в которые приезжают IT-специалисты из Украины, из России. И они своих детей раньше могли отдавать здесь в школы, потому что школы были такие, в которых русский ребенок может учиться даже за границей. Он учил латышский параллельно, проводили эти билингвальные участия. Ну, это было наше конкурентное преимущество, между прочим. Да, да. Сейчас эти специалисты поедут в Эстонию, а не к нам, потому что здесь у них нет возможности давать образование своим детям. Да. Национальное объединение, наверное, порадуется, что будет меньше вот этих всех приезжих. Да. Но, тем не менее, когда люди будут считать свои пенсии, которые у многих уже, наверное, на горизонте, то все эти деньги пройдут мимо нас. Наш радиосурс Лиудес сделал такую ремарку, что в Германии нет государственной школы на русском языке. Есть, как он пишет, частные из смешанного капитала. Ну, никто и не утверждал, что это именно государственная школа в таком понимании. Да. Ну, на самом деле, я не удивлюсь, что если бы государство даже и финансировало какие-нибудь школы, там просто спрос на это не так велик. Потому что, я говорю, в том же регионе, где спрос есть, оно финансирует датские школы. Просто там очень хорошо получается, там датские школы получают и из Германии деньги, и из Дании деньги. Они просто счастливы. Да. Вот интересно, что вы хорошо сказали по поводу спроса. Вот наличие, если так можно сказать, спроса, это ведь ключевое условие и рамочной конвенции по правам нации меньшинства. То есть, если есть спрос на образование на русском языке, а тут, безусловно, при наличии 38% населения, для которых русский язык родной, спрос есть, то принципы государства обязаны, по крайней мере, поддерживать те учебные заведения, которые есть. Наверное, никто не может обязать сейчас, не знаю, государство открыть там 10 русских школ, да, но хотя бы ту систему, которая есть, она обязана поддерживать. Поддерживать, конечно, конечно. Спрос, на самом деле, многие говорят, а давайте изучим спрос. Чего его изучать? Все ученики, которые выбирают, родители, которые выбирают школу для нас меньшинства, значит, они хотят образования. Вот вам уже готовые исследования. Никто здесь насильно туда не позволяет. Цифры этого спроса, самого, этого самого спроса. То же самое, на самом деле, и с детскими садами. Вот сейчас, опять же, то, что национальное объединение пытается закрыть, законодательно закрыть, даже если там появляется один родитель, который просит, дайте мне, я отдаю сюда своего ребенка, и дайте мне, пожалуйста, чтобы была программа не национальных меньшинств, а стандартная, чтобы это превратился сразу в госсадик с латышским языком обучения. Опять же, ну, как мы можем это воспринимать? То есть, по сути дела, ну, такая позиция, мне не хватает, поэтому пускай другой потерпит. Главное, чтобы мне вначале было, а потом уже по остаточному принципу другим тогда можно. То есть, кто-то приходит и говорит, так, что у вас тут, садик национальных меньшинствах? Нет, теперь будет латышский, обеспечьте. Потому что я тут живу, и мне надо, да, то есть, это такая позиция, на самом деле, ну, гопническая, да, это, я, 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 я вот скажу честно, я в шоке, что это такое обсуждается на государственном уровне, да, то есть, какой-то сигнал обществу, как, 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 и, и на самом деле это воспринимается потом, это ложится как-то на общество, и общество начинает думать, а действительно, нам, у нас очереди в детские садики, почему мы должны стоять в очередях, да, то, что мы тоже, то, что в национальном, ну, в садике для национальных меньшинств тоже стоят очереди, а иногда даже и больше. Это не имеет никакого значения. Пускай они там будут больше, пускай в наши садики приходят, их это не волнует, нам не хватает, да, такое вот, это думать о себе и не думать абсолютно о всех других. И так дальше можно, как с трибуны кто-то из депутатов сказал, по-моему, от согласия, что, ну, так дальше можно и на очереди в другие заведения по такому же принципу, да? Да, 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 то есть, ну, можно автобусы делать там для, как раньше, там, в 60-е годы в Америке, поделить сидячие места, вот, для определенных людей, а стоячие места, ну, то есть, это какое-то… Это будет способствовать интеграции общества. Это ужас, да, то есть, это ужас, и нам нужно об этом говорить, нам нужно не стесняться заявлять, что это ужас, на всех уровнях, на общественном, на политическом. И на международном, наверное? Да, и на международных, и не соглашаться с этим, и… потому что это так нельзя оставлять. Да, значит, давайте мы примем звонки. Да, добрый день, слушаем вас. Добрый день. Скажите, пожалуйста, почему обязательно надо сравнивать с Германией? Надо все-таки учитывать специфику каждой отдельной страны. Германия 300 лет не входила в состав Российской империи, и Латвия, и Германия тоже в состав Советского Союза не входила. То есть, индивидуальные особенности страны – это главное, а не подгонять все, так сказать, под общеевропейские стандарты, так сказать, каждую страну. Спасибо. Я, в общем-то, уже говорил про Финляндию, что если кому-то не нравятся исторические параллели с Германией, пожалуйста, Финляндия. Точно так же была страна, как сама по себе образовалась примерно в тот же период, как и Латвия, Литва, Эстония. Точно так же она была под гнетом шведов и той же Российской империи. Тем не менее, она дружила и с Россией, как мы обо все прекрасно помним, и во время Холодной войны. Хотя, казалось бы, атака Сталина, война, жертвы вполне конкретные и реальные. И тем не менее, оставила вторым государственным языком шведский язык. Пожалуйста. Вот пример. И живут, я думаю, как раз-таки благодаря тому, что не закрывают искусственно возможность шведам учиться. Шведы учат. Я просто разговаривал со шведами Соланских островов, и они очень лояльно настроены к финскому языку. Они признают важность, ну, как и мы, на самом деле, мы признаем же важность изучения латышского языка. Нет такого, что родители не хотят, чтобы их дети знали латышский язык. Наоборот. Таких родителей нет. Они же себе не враги. Все хотят, на самом деле. И это могло бы быть, я всегда это очень акцентирую. У нас есть общий базис, на самом деле, для интеграции у нас есть очень хороший базис того, что русские родители хотят, чтобы их дети знали латышский язык. И если у нас есть вот эта общая ценность, мы ее можем развивать. Мы можем придумывать, какие формы обучения делать более интерактивные, более действующие, которые имеют наибольший… Думать о разработке тех же методических материалов. Это просто все нужны деньги, это ресурсы, конечно же. Но если это востребовано, то мне кажется, что Латвия должна радоваться, что родители хотят этого. А мы получаем палкой по лбу. Вы тут никто, звать вас никак. На ваше мнение нас не интересует. Будете жить вот так, как мы считаем лучше. У нас большинство. Да. Примерно так. Добрый день. Еще один звонок, наверное, успеем принять. Да. Пожалуйста. Добрый день. Не доброе утро. Добрый день. Добрый день, да. Я считаю, что это проблема такая вопиющая проблема. На самом деле нужно стучать во все колокола, звонить во все колокола, стучать во все двери международные и поднимать этот вопрос на международном уровне. Если не удается решить его внутри государства, происходит что? Происходит следующее. Латышский язык сделали оружием борьбы с русскоязычными. И это ужасно. Стыдно должно быть самим людям, латышам, что их язык превратили в оружие. Это очень страшно. Нужно поднимать этот вопрос в ООН, в ПАСЕ, где угодно, во всех международных организациях, которые могут повлиять на эту ситуацию. Спасибо большое. Это важное, наверное, замечание в том плане, что мы знаем, что когда шла очередная реформа Шадускиса, представители оппозиции, оппозиция у нас по существу против этой реформы, было только согласие, сказала, что мы, естественно, будем идти все этапы, конституционный суд. То есть, согласие и русский союз в Латвии. Да, да, да. И так далее. Не, ну я имею в виду из тех, кто представлен в Паламенте. Из СССР, а, ну да. Да. Но мы видим, что пока какие-то компромиссы не очень работают. Конституционный суд, ну, конечно, еще впереди рассмотрение по частным школам и колледжам, и вузам, кстати говоря, тоже, еще один иск. Да. Но пока мы, такое ощущение, что внутри в Латвии добиться какого-то компромисса и диалога пока что-то не очень удается. Может быть, я не прав. Да, мои наблюдения такие же. К сожалению, в Латвии у нас не получается добиться компромисса. Но я что хочу сказать. Ну, мы же тоже и обращаемся и в международные станции, и готовятся иски в ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека. И что я должен сказать? Ну, это, скажем так, мои размышления. Когда мы подаем… Какая опасность? Мы подаем эти иски, мы жалуемся. Но это не решает глобальной такой проблемы смены парадигмы мышления внутри Латвии. Мне кажется, первично в этом плане, чтобы латыши поняли, что русские на самом деле не опасность, а ресурс и сосед, с которым нужно дружить, который на самом деле не враг, который не оккупант, который дети прекрасно начинают владеть и русским, и латышским, и английским в конце школы. Многие не знают, что в 12 классе централизованные экзамены одинаковые уже давным-давно. То есть, выпускники сдают те же самые экзамены, что сдают латыши по латышскому языку. Но этого люди не знают, да, и, соответственно, у них воображаемая картина отличается от реальной жизни. И вот эти иски в суды, даже заставят что-то принять какое-то решение, внутри будет воспринято как, ах ты черт, вот вражины смогли, а давайте-ка мы придумаем, а мы тут тоже не лыком шиты, мы придумаем сейчас другую законодательную инициативу, которая нивелирует вот то. И еще на 5 лет пойдете. И вы еще на 5 лет пойдете. То есть, вот эти суды, они должны происходить, но не нужно забывать об очень важной вещи, о том, что должна сломаться парадигма мышления внутри Латвии. Консенсус надо искать внутри страны, не в Страсбурге, да. Да, да. Да, мы можем туда жаловаться, и это, в принципе, на самом деле, может быть каким-то образом пути Господни неисповедимы, оно вернется к нам и вернется в какое-то переосмысление этого всего. Я, честно, мне сложно это сказать, да, сложно спрогнозировать, этими дорогами все равно нужно идти. Я не отговариваю, естественно, не отговариваю идти в ООН, не отговариваю идти в суды, но я просто хочу вот это подчеркнуть, вот эту важную вещь о том, что мы внутри тоже должны добиться смены мышления. И вот этой действительно не парфанации интеграции, а вот этой действительно интеграции, когда латыши наконец-таки начнут понимать русских, а русские начнут, собственно говоря, тоже понимать латышей. Это, по-моему, замечательное такое завершение нашего, не знаю, и диалога, и беседы. Самое главное действительно понять, что мы здесь все в одной лодке плывем, да, и все-таки должен быть диалог и учет интересов всего населения, а не так, что вот, вы знаете, у нас большинство в парламенте или в коалиции, мы решили, что да, все-таки лучше для вас эта ассимиляция. Не потому, что мы вас спросили, а потому, что мы сами считаем, что для вас было лучше. Можно, конечно, это, наверное, тема отдельного уже разговора вспоминать и времена Первой республики, когда существовали школы на языках нацменьшинств, и с интеграцией все было в порядке, и никакой угрозы латышскому языку не было. Но, видимо, сейчас даже опыт Первой республики, власти нашей используют только то, что им нравится, то они берут, а то, что им не нравится, они об этом забывают. Но это тема отдельного разговора. Константин Чекушин у нас был в студии. Большое спасибо.